Привет! Я доделал этот приемник, модификацию с клонированием и двумя магнитными антеннами. Вроде все работает, как я хотел, по крайней мере, это лучшее из того, что мне удалось сделать, и больше я, скорее всего, в него не полезу. Я нахожусь сейчас в Великом Новгороде, с друзьями приехали на пару дней перед Новым годом отдохнуть. Времени сейчас 19 часов 25 минут. Я нахожусь в черте города, но здесь намного меньше, чем в Питере. Помех индустриальных, сам город, он более спокойный. В принципе, тут прием такой, ну, похож чем-то на прием сельской местности. Сейчас мы по средним волнам пробежимся и послушаем, что можно принять. Так, кто первый раз смотрит, я добавил индикатор точной настройки сюда. Я в одном из видео рассказывал, что это достаточно просто можно сделать. Он показывает наличие сильного сигнала при захвате микросхемой частоты. Это и он индицируется. То есть можно на частоту встать, но если там ничего нет, он не будет гореть. Немножко повращаем в поисках оптимального направления. Настанция, пока тихо. Набор станты здесь похож на питерский, с небольшими отличиями. То есть в основном все те же. Когда я близко подношу, он может слышать телефон сам, поэтому я чуть подольше буду держать. Сейчас, к сожалению, не очень наводится на дисплей, но я буду так подулом держать немножко. То есть уже чистый прием. То есть в сране, которая в дисплее шла, нет. Единственное, что осталось, если я трогаю одновременно и дисплей, и антенну, звук есть. Но он на порядок просто тише, чем тот, который был до модификации. Это просто небо и земля. Это просто небо и земля. Даже когда станция слабая, вот ее слышно там на грани, в шумах, она не забивается помехами, и ее можно различить. То есть это уже огромный плюс. И можно еще такую фишку сделать. Вот сейчас, по-выскому, сработает она. Поменять. Вот, сработала. Если мы на время уходим из частоты, либо делаем шаг, либо меняем диапазон, принимаем их волн, то микросхема, как бы, получает новый сигнал, поискать, если здесь что-то, ну, как захватывает. Иногда это очень сильно помогает, прям, усилить. Сигнал слабый. Вот, можете это проверить на всех приемниках с микросхемой AKC. Практически на каждый шаг у нас что-нибудь там вылавливает. Сейчас время просто очень хорошее для прохождения, и местность достаточно чистая в плане помеховой обстановки. Вот в Питере на шестерках обычно ставит гул постоянный, здесь с этим вообще как-то тихо. Вот, сейчас тоже попробуем сделать переключение. И вот он ее, как бы, хватает и активно начинает усиливать. Если нет помехы, это прям отлично работает. Еще разок такую же сделаем штуку. Почему бы ему сразу так не делать? Вот такая особенность микрохи этой. Вот тоже слабая станция, пульсар, как ее называется, из-за того, что накладывается в двух точек вещания сигнал. И вот мы ее сделали громкой. Из минусов, оставшихся в работе приемника, но это минус такой условный. Если запустить автосканирование, он почему-то на каждой частоте останавливается и заносит ее в память, даже если там ничего полезного нет. То есть, как будто он что-то такое успевает якобы принять, для того, как реально определить, есть сигнал или нет. В остальном очень хорошо работает. Я сейчас доволен им практически на 100%. То есть, уже все проблемы, с которыми я мучился последние две недели, исчезли. Думаю, вы и сами слышите, сейчас нужно это прямо почувствовать. Вот тихая станция, делаем магический щелчок по кнопке, вдруг она у нас выплывает из шума. То же самое, я думаю, будет работать на 105-м, который hand-drunk до 737-й, TR-105-й, Ritekis, на той же микроюзе, на Тивдио, в этом 115-м, или Ritekis, с той же маркой. То есть, вот опять он уходит в тишину, делаем финт с ушами, хотя нет, сейчас уже второй раз. Нет, опять сработало, видите? Как будто на время носом тыкаем ее, что здесь есть станция, она такая просыпается. О, точно, и опять засыпает. Мне очень нравится эта тишина на фоне принимаемых станций, то есть, нету вот этой сраней, которая прямо... А вот слово здесь, в отличие от Питера, ловится слабенько, даже не загорается у нее цветодиод. Это радует, потому что в Питере оно на два шага вверх и вниз, он загорел, блокирует просто нормальный прием. Вот здесь она такая 837, я ее не слышу, а в Питере она орет даже здесь. А вот румынные в Питере погромче идут, но можно опять же попробовать и трыть. Опа, и вытяните. Опа, и вытяните. Просто повернуть приемник и получить отличный прием. В общем, чем больше я его слышу, тем больше я радуюсь и больше я в него не полезу. Все, хватит. Чудес каких-то я не жду, но по сравнению со штатным вариантом завода, он ловит, мне кажется, на порядок просто лучше. И в плане шумов, и в плане чуйки, избирательности. То есть, ну, все, что можно было сделать моими ручками и мозгами, я сделал, больше не хочу. Да, и спасибо, как всегда, Виктору за полезные советы. Хотя вот антенну вторую поставить это я допер сам, потому что там явно не хватало индуктивности. Да, кстати, пока мы сканируем пару слов о том, почему мне не понравился прием, который был в виде... видео вчера я выкладывал, я в Питере на природе там вышел в парк, поснимал. Явно, ну, не хватало, как будто бы чуйки на нижней части СВ. И, как выяснилось, тупо не хватало индуктивности антенны, которая была. Я перематывал более тонким лицентратом для получения приемлемой... Ну, я думаю, что ему нужно не меньше 30... То есть 0,030 милигендри, то есть меньше он не может вниз нормально вытянуть. Плюс у него очень скалованный вход в эту микросхему. И антенны, которые нормально работают с лабовскими, готовый эфирист намотан в этой автомобиле. Они здесь работают хуже. Вот эта помеха, она откуда-то из дома идет. Это какая-то зарядка или что-то. Я уже ее ловил на других приемниках. Вот в этом приемнике, что мне нравится, у него звук как будто более глубокий, чем у 115-го. Но так субъективно, а рядом когда их два ставишь, здесь больше хочешь слышать. Тут вообще ничего у нас на этой частоте, хотя вот он через какое-то время начинает что-то там попискивать, искать. В общем, микросхема это честно пытается сейчас этой антенны на каждой частоте что-то из эфира выловить. Если она не в состоянии этого сделать, как было у меня например на этом в 137-м, она уходит в такой звук, как бы генерирует шум свой уже как-то отказывается от. Вот такой шум, как в начале, вот сейчас вы уже слышали, когда я делаю шаг вот первую долю секунды, и он так и шумит. Это все равно, что оторвать провода магнитной антенны, он такой звук как бы, да, издает просто внутренний шум. И это свидетельство того, что ему с этой антенной никак не согласовать свои параметры, имеет смысл, может быть, больше индуктивности, какие-то другие параметры еще поменять. И поле для экспериментов достаточно большое. То есть, я к таким приемникам относился с огромным скепсисом изначально. Он, в принципе, и сейчас у меня еще присутствует. то есть, что из него конфетку не сделать, но как минимум, он на свои деньги будет играть влажное в него. Но я молчу там про MP3, и звук более-менее приличный. Я про приемную часть дальше говорю. Что мне еще в нем не нравится? Что-то я хотел такое рассказать. Забыл. Ладно, сейчас пока смотрим, вспомню, расскажу. А, вспомнил. У него отвратительный звук на наушнике. Ну, то есть, не то, чтобы совсем плохой, но там отсутствуют практически полностью низкие частоты. И нужно явно там, наверное, эти блокировочные конденсаторы сделать большой емкостью на выход. Ну, короче, лезть в выходные цепи. Но, поскольку мне он для наушников особо не нужен, у меня есть отличный приемник, который гораздо больше подходит для работы с наушниками. Это Sanjin VT800. с роскошным звуком как раз у меня наушники. Вот здесь фишка в том, чтобы слушать с этим динамиком, поставить его на стол, то есть, как держать и радоваться звуку, который... А, знаете, что-то интересный эффект. Руку подношу. Они сейчас не слышно, но он начинает щелкать. Я раньше думал, что за помеха оказывается смарт-часы. Он сходит от них с ума. Когда дисплей выключен, он тикает просто так, а когда он включен, получается вот такая жесть. То есть, чуйка такая, что он чует все, что хоть немножко какую-то цифру генерирует. Вот, Виктор говорил, что у него приемник ловит там в паре метрах что ли вел компьютер даже. Хотя там вообще слабенькая очень схема в плане как бы напряжения и токов там ничтожные, но тем не менее. Так, я, наверное, чуть быстрее буду щелкать. Увидели, что на каждой частоте есть прием. Значит, как я использую, точнее, какую методику я использую для того, чтобы оценить приемник, основные свойства после модификации. Я беру в начале и в конце диапазона станции не очень сильные, ну, там, например, 531, там, или 540, если ничего нет, и 1602. Сравниваю с тем, как это на другом приемнике. Если там есть прием, а на нем нет здесь, то явно проблема в этом. И какой-нибудь середине. Вот. второй момент имеет смысл пробежаться по всем частотам, потому что у меня уже были такие истории. В воде все радостно, по крайним станциям все ок, а в середине диапазон на таких частотах дает самовозбуждение с каким-то причинам. Вот на Тивди вот такая история была. Здесь этого нет. Вот. И примерно становится понятно, получилось, что хотели или нет. Потом, при некотором опыте на слух можно довольно хорошо понять быстро, за несколько секунд приемные свойства приемника, не вылавливая там каждую станцию и не слушая их в сравнении с другими. То есть уже навык некий приобретается. По уровню шума даже, да, как он реагирует на шумы помехи даже. да, если днем, например, вы не можете послушать. И есть еще такой парадокс, что приемник, который реально имеет отличную чуйку избирательность, он может звучать, как вся эта адская шарманка, которая ни хера не может, просто потому, что он за счет своей чувствительности по входу просто моментально перегружается шумами внешними. Например, приемник типа Sony SW 10 или 11 эти народные приемники, последние, наверное, из Магикан такие, аналоговые соньки карманные. Вот у них есть такая особенность, у них очень высокая чуйка и плюс телескоп неотключаемый на средних и длинных волнах. И в квартире он просто захлебывается от шума и, ну там, на коротких шатамонах вышло, на средних и длинных почти нереально. Ну как он магически преображается за городом и телескоп там реально работает полноценно на длинных и средних в помощь магнитная антенна, что не может не радовать. здесь, кстати, ну-ка, телескоп он косвенно как-то работает, но он, по-моему, ловит не сказать-то. Здесь рядом родила вышка, телецентр местный, он ловит в FM диапазоне, в мощной станции, вещалки, и гонит их на вход СВ через ямкостные связи. Это никуда не годится, конечно. Так, ну я сейчас дойду до конца и на этом закончим, чтобы вас не грузить. Я просто показываю, что на всех частотах он адекватно, на которых есть сигнал, по-моему, работает. явных каких-то где-то возбудов нет. где были шумы перед этим, это шумы местные в доме помехи, потому что они в разных комнатах по-разному все появляют. И вот сейчас мы дойдем до пирата, если он сейчас есть, тут у нас русскоязычный. Вот он должен тут. Ух ты! Да, ну он сейчас бьется с какой-то другой станцией на одной частоте, хотя на заднем плане слышно, надо будет еще ночью послышать его. На английском что-то говорят. Так, и у нас осталась еще пара шагов. Вот, собственно, это последняя хитрая частота, но иногда можно ради интереса попробовать, в теории можно нарваться на радиолюбителей на той, когда они вещают, можно тут иногда на них попасть. Но тут наверное не сегодня. Хотя какие-то помехи тут лезут. В общем, примерно так. Все, что-то хотел рассказать, показать, показал, рассказал. Если какие-то вопросы есть, спрашивайте. По этот приемник я больше не знаю, что еще можно показывать. Я, в общем, миссию свою считаю выполненной. Гешталь закрыл свой. Больше с ним ничего делать не хочу, просто оставлю как есть. Теперь все нормально с ним. Все, спасибо, до свидания.